Танкисты, всем привет, всем хорошего настроения, приятного просмотра и да, сегодня у нас ФОЖ-155 и мы с вами попробуем решить, стал ли он хуже, либо же наоборот лучше в обновлении 9.7. Могу точно сказать, что до обновы 9.7 я играл на барабане и имел между снарядами КД в 7 с лишним секунд. Сейчас, поиграв на этом орудии, на альтернативном и имея между снарядами КД в 3.8 секунды и более длительное КД всего барабана, почему-то результативность моя упала. Хотя, казалось бы, вроде более понятным стал сам барабан. Ну, гораздо круче выдавать по одному танку с КД между снарядами в 3.8, нежели КДшиться и иметь не до барабан, не до цикличную пушку. Но почему-то, как показывает практика, например, до обновы 9.7 на ФОЖ получалось сделать там 5500, что, кстати говоря, я вам покажу. А после обновления получается дать максимум 3000 с урона на вот этом же самом барабане. И поэтому, ребят, могу сказать, что покатав в обнове, в текущей обнове и на барабане, и на цикличном орудии, могу сказать, что я, наверное, все-таки остановлюсь на цикличке. Потому что теперь, кто может быть не в курсе, у этого орудия средний урон в 600 единиц на кумулях 560 и на сколочно-фугасных 800. Ребят, это практически полноценное орудие от ПТ-САУ. Не какие-то там 560, 540 или прочие какие-нибудь 480, а практически 640, да, плюс-минус. Кумули пробивает 407, пацаны, ББшки шью 299. К сожалению или к счастью, тут смотрите сами. Как вы все прекрасно знаете, на ФОЖ можно поставить как цикличное орудие, так и барабанное. Но почему-то разработчики не поставили, не изменили оборудование для цикличного ствола. И у него по-прежнему есть улучшенная вентиляция. Хотя, казалось бы, ну, наверное, логичнее было поставить досылатель. Но нет, ребят, мы вынуждены катать с вами на калиброванных снарядах. И именно поэтому мы имеем 407 пробития кумулями и практически 300 мм пробития ББшками. Ребят, шикарное орудие вот во всем. И разброс на 100 метров 0,293. Ну, потому что я в оборудке поставил соответствующую точность. Время сведений 3,7 секунды. У ВН нет вообще абсолютно. Горизонтальной наводки абсолютно нет никакой. Танк просто для того, чтобы ездить, маневрировать, периодически в кого-то стрелять. КД, ребята, мега крутой. КД, вот, ну, лично по мне, я покатал на именно этом стволе, по-моему, БФ-5. И могу сказать, что я, ну, прям кайфанул. Имея на секундочку, пацаны, ДПМ 3060 практически единиц, перезаряжаться 11,7 секунд. Ребят, мне, мне очень приятно. Вот, поэтому я всем советую, если у вас по какой-то причине не складываются взаимоотношения с вашим 155 на вот этом орудии, попробовать покатать на, все-таки на вот этом, на цикле на 600 альфы вместо барабана с альфой в 500. Кстати говоря, по пробитию-то вы вообще ничего не будете терять. Посмотрите, здесь ББшки шьют 294, здесь ББшки шьют 299 кумули абсолютно так же. Но мы с вами улучшаем параметры сведения, разброса и ДПМа. Ну, возможно, вы скажете, что да, ФОЖ-155 на барабане гораздо интереснее. Да, отчасти я с вами соглашусь. Но и, пацаны, мы с вами немножечко говорим про результативность. И, народ, я все-таки хочу, знаете, что вам показать? Я хочу вам показать реплей с обновой 9.6, как ФОЖ игрался на орудии на два снаряда. И после этого боя мы с вами посмотрим, как же получается играть сейчас именно на цикле. Потому что в обнове 9.6 я считал лучшим орудием именно барабанное. А сейчас я считаю лучшим орудием именно цикличное. Кстати говоря, не без вашей помощи. Спасибо, кто посоветовал именно вот это орудие покатать. И вот, пацаны, тот самый бой, про который я вам рассказывал. Сразу прошу прощения за то, что это не запись с экрана. Но я предварительно записал с помощью программы этот бой. Потому что, как вы все прекрасно знаете, в обнове 9.7 я вообще бы реплей с обновой 9.6 потерял. И мы бы с вами не увидели этот замечательный бой. Поэтому всеми вот этими вот органами управления пользоваться не могу. Не могу поставить на паузу. Ну, само видео-то могу поставить на паузу. Но реплей, ну, то есть перемещаться по реплею, открывать списки команд не получится. Что мы с вами делаем, пацаны? А поскольку у меня танк абсолютно без углов склонения орудия, я предпочитаю какое-то время постоять. И если бы я поехал вместе со всеми направо, то мне сложно было бы отыгрывать вот эту вот холмистную местность. И, возможно, даже как бы я бы и отлетел впервые всех. Мы с вами видим ИС-7, который вот просто вот почему-то, я не знаю, чем руководствуются такие люди, которые врываются в одного, ну, или, по крайней мере, в меньшинстве на фланг. Чего-то там рассчитывают сделать. Но вот, пацаны, как бы факт остается фактом. ИС-7 тут один. Я, блин, подставляю, чуть ли не подставляю, борт месье Бабахи. И, ну, вроде как проносит. Здесь почему-то КД барабана в 7 секунд, ну, не так чувствуется. А я вам скажу почему. Потому что танк ощущается практически как обычный цикличный танк. Обычная цикличная ПТ-шка, которая просто шьет, ну, сейчас там в 7 секунд, раз в 7 секунд, потом там раз в 12 секунд. То есть это не ощущается как барабан. С левой стороны помним, что есть у нас месье Бабаха. Поэтому я очень сильно, очень настоятельно рекомендую. 60 ТП никуда не ехать. Или кто там, я даже уже забыл, кто там со мной сражается. Да, 60 ТП. Но он поехал. Обратите внимание, ребята, у него фулл ХП. А у танкиста фулл ХП, который поехал на Бабаху. Я, к сожалению, не попадаю. Меня уже вот всего так колбасит. Потому что тоже бои до этого момента не складываются. Смотрим, у 215-го 500 ХП. То есть как бы вроде кто-то по нему-то кидает. Но сейчас в мгновение мы видим, что у нашего 60 ТП, которому я говорю никак нет, пожалуйста, становится все меньше и меньше ХП. Счет тем временем 1-3. Как же нам с вами... Счет становится 1-4. Как нам везет. Правильно? Всегда вот когда мы оказываемся в таких реалиях. Вот это реалии Блица, ребят. Это реалии того, что мы с вами регулярно видим. Фош написал. Видели, да? 60 ТП написал Фош. Я остаюсь вдвоем с Йохом против 4-х танков. Я, честно говоря, не помню, был ли это Колобанов, либо же это был просто обычный бой с неплохим уроном. Здесь, ребят, могло бы быть, конечно, и гораздо хуже. Я мог бы получить и пробить ББшка на 900, а то и 1000. Но вот почему-то как бы решил сделать так. Йох, как вы думаете, отлетает ли Йох? Конечно же, отлетает. Я остаюсь 1-3. Не было никакого злого умысла в том, чтобы взять медаль Колобанова. Потому что я последнее, о чем думаю, это о медали Колобанова, когда остаюсь 1-3. Честное слово. В такие моменты я даже иногда не думаю, чтобы прямо вот заточить. Потому что, как правило, не получается затащить. Я думаю о том, как бы настрелять урон. И этот бой тому не исключение. Я сейчас начал понимать, что я остаюсь как бы против двух средних танков. Что уже печально для ПТ. Какой бы маневренной она ни была. Но все-таки предпринимаю попытки что-то сделать. Оставаться там было крайне нежелательно. Потому что вряд ли кто-то поехал бы прямо через центр, прямо по низу. Пытался меня высвечивать. И посмотрите, насколько же мне повезло, что я встречаю этого. Стандарт. И поджигаю. Стандарт болеет тем, что он мало того, что БК... Просто догорел. Мало того, что ему рвут БК в лоб. Вообще спокойно. Я очень часто это замечаю. Так он еще и горит. Ну и Шкода тоже не особо такой смекальстый парень был. И тут я уже просто чувствую вот этот вот успех. Ну действительно, тут нельзя сказать, что стример сделал неграмотно. Согласитесь. Все было круто. 5,5 или 5,800 урона. Очень здорово. Вот мне прям вот в этом бою прям понравился Фочинский. Но первые знаклассности. Но Колобанов. Народ, на самом деле, не стал я показывать вам еще один бой на 5,800 урона. Потому что, как мне показалось, что этот бой гораздо более интересен. Ну что, народ, переходим к самому интересному. И, конечно же, это будет обновление. 9.7, Форш-155. Как вы все прекрасно заметили на цикличном орудию. С КД-11, 8, Альфа-600. А, кстати говоря, так-то я особо и не заметил, что у этого орудия имеется Альфа-600. А я вам больше скажу. Ну, я об этом говорил вначале, но, возможно, кто-то из вас забыл. Ну, здесь фугасами 800. А так-то, посмотрите, как будто бы кидает максимум на 400. Фочинский. Мне нравится своей динамикой. Ну, посмотрите. Ну, 45 км в час эта ПТ-шка разгоняется в горку. А так-то имеет скорость, наверное, около 50. Я не советую эту ПТ-шку качать новичкам. Даже не думайте. Очень сложно будет реализовать эту ПТ-шку без возможности, без особой возможности на стрелы из кустов. Нет. ОВН играть от кустов сложно. Быстрая, достаточно маневренная нуждается в реализации именно вот таким вот образом. Но, если не на первой, то на второй линии точно. Ребят, нет претензий к ИСу-7, как к танку 10 уровня, который теоретически может пробить. Но не вертухой же такой, который он дал первым выстрелом, но не настолько наглым образом. Посмотрите, кто говорит, что стримеры не умеют играть. Посмотрите, у нас минус трое. Уже счет становится 0-3. В первые секунды. Ну, сколько там? Раскатка была секунд 15, пока мы доехали. В итоге, вы видите, 6 минут до конца боя у нас нету троих уже. Троих! Да, возможно, вы скажете, что с какого хрена вы не по первый свет туда. Опять-таки отвечаю вам на вопрос. Все СТ в основном играют от УВН. Вот с правой стороны. Что я там буду делать? У меня минус 5. Я там ничего не сделаю. Меня закрутят каждый. Вообще каждый второй. Поэтому, конечно же, я предпочитаю остаться здесь и просто тупо ждать. Я нацелен хотя бы настрелять. Если ты видишь, что команда отлетает, как в данном случае. Мы... А, нет, ну один танк-то мы все-таки забрали. Но, тем не менее, команды нет. Мы втроем против Шитеры. Если ты видишь, что такое происходит... Пробую хотя бы настреливать. 645 альфы, ребята. 645. Да у меня среднее такое не выходит. Даже когда я имею альфы 670 на объекте 268. Как же это приятно. Вот. Что бы я дал бы фашистику? Да увы, я бы дал бы ему 7 градусов хотя бы. Все, больше ничего не надо мне. Даже, даже в принципе, я готов мириться с его броней. А точнее, даже не то, чтобы с броней, а местами. С отсутствием полного. Вот полным отсутствием брони. Шеридан. Ну, тут, пацаны, ну тут. Ну, согласитесь, что было круто. То есть, я увидел, что он влетает сюда. И это, кстати говоря, меня спасло от того, что я не получил фугас в корму. А фугасы в корму и фугасы в борта будут лететь в вас очень часто. Если вы думаете, что нужно вот сейчас лететь за Шериком... Ребят, ну я считаю, что вы ошибаетесь. Потому что, ну, он в любом случае от вас уедет. А подставиться вы можете, ну, чуть ли не под три танка. Поэтому забираем барабан на 626 урона. И уже вот сейчас запомните, что Бабаха стоит наверху. Шерик стоит вот прямо здесь, которого мы забираем. Ну, непонятно, где еще один, да? Ну, то есть, возможно, могли пропустить 40.05. Такие моменты, когда... Запомнили, да? Когда появляется такая, знаешь, мимолетная тень возможной победы. Я вам рекомендую быть максимально внимательными. Т-57 Хэви остается с ХП-400 и у меня 755. Прямо ехать, упарываться на 40.05 я бы, наверное, не советовал бы. Потому что у него что? Ну, у него как бы есть УВН, у него есть 4 снаряды. Но все-таки опасно. Мало ли я не попаду. А КД как бы 11.8. Это не барабан, да? Который может тебя в случае чего выручить. Поэтому здесь нужно кидать выверенно. И точно полагать, что будет дальше. С одной стороны, стоять тут, ждать. Непонятно, кто кого пересвечивает. Бабаха пересвечивает меня. Либо же я 40.05 пересвечиваю. Абсолютно я не владею информацией, к сожалению, что касается этих двух ПТ. Но очевидно, очевидно мне становится только то, что 40.05 явно имеет хуже коэффициент маскировки, нежели Фачинский. И, возможно, ФВ-215 тоже. Но они-то могут стоять за кустами. У них там может сработать какой-нибудь миллионный перк, как обычно. Поэтому я не решаюсь, что делать тут. Но, по крайней мере, с той позиции, в которой я был замечен, я предпочитаю уехать и сменить ее на вот эту вот. На типичную позицию, если ты играешь с этого респа. Как всегда, твои ПТ-шки сидят тут и вот смотрят вот-вот туда. Как обычно, ни в кого не попадай, но они все тут. Если что, ищите их в этих кустах. Ждем. А время, ребят, время, его никто не останавливал, оно идет дальше. Подставлять сейчас хэвик и просить, чтобы он куда-то ехал, высвечивал, я тоже не считаю нужным. Потому что он отлетает в любом случае и сразу. Будь то 40.05, его альфой 410. Будь то, понятное дело, 215. Поэтому, ну, не стоять же нам все это время. Я предпочитаю все-таки что-то делать и никогда в жизни я не вытягивал нам ничью. Потому что все равно это тоже мой слив. Как если бы я просто проиграл. Поэтому я думаю, ну, если уж играть, то нужно играть до конца и достойно. Поэтому сейчас какое-то время, постояв тут, я понял, что никого нахрен я не замечу. И просто поехал вниз. Но будь что будет. В любом случае, были шансы, что эти два чувака стоят на прежнем месте и высматривают, когда же подставится хэвик. Кстати говоря, ребят, примерно, примерно так и произошло. И в этом бою я бы мог, возможно, взять бы медаль мастера, если бы немножечко не тупанул. Ну, сейчас вы увидите, в каком моменте. Почему я говорю, всегда нужно стрелять выверенно. Особенно в такие моменты, когда, если не ты, то тебя. Очень боязно. Если они едут вдвоем, то это, как правило, стопроцентный слив отправления в ангар моего танка. Вот он. Ну, вот он, 40.05 стоит. Вот, возьми, просто выстрелить, дай тычку. Посмотри. Посмотри, что он уходит. Мало... Ну, как он... Ну, как? Ну, я стрельнул просто не туда. Надо было стрелять чуть-чуть левее и, желательно, ниже. Он, получается, уехал вниз и от меня. Я думал, что он будет стоять там. Ох, как же я в этот момент думаю, блин, лишь бы не подставиться. Лишь бы он там какие-нибудь мои, блин, лючки не увидел. Это же бабаха, ребята. Бабаха это очень опасная штука, потому что она в тебя всегда попадет. Поэтому лишний раз лучше не подставляться. Просто посмотрите время. И посмотрите, сколько секунд оставалось, когда я его убил. Ладно. Когда я завалил FV215-183. Вы просто офигеете. Он уже просит, Хэббик, посмотри. Но он от кого-то тычку одну получил. Потому что у него было чуточку больше. То есть, получается, что ему повезло, что у 40.05 не прошла альфа. Посмотри на время. 16 секунд до конца боя. Просто за 14, ну или 13 секунд я успеваю это сделать. Итог. 400 урона получилось сдать. Не могу сказать, что гипер какой-то мега сложный бой был. В конце да. Просто его можно было бы избежать. Можно было бы сделать так, чтобы этот бой был гораздо менее сложным. Просто путем союзников. Если бы они не отлетались за секунды. Качать FV155 или нет, всегда остается на ваше усмотрение. Я лишь могу сказать, что это один, наверное, из самых последних ПТ в нашей с вами замечательной игре. Которую стоит прокачивать в рендоме. Если мы будем говорить, на каком орудии, конечно же, проще, эффективнее. Первое время, по крайней мере, будет точно цикличная пушка. Цикличная пушка до обновы 9.7 лично мной вообще не исследовалась. Я даже не понимаю, как играть на ней. Не исследовалась в плане применения в рандоме. Физически, нажав на кнопку исследовать, я ее исследовал. Но я ее не изучил. Вот будем так говорить. Все, народ, всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставили лайк. Ну и, конечно же, подписались на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok